Приветствую, коллеги! Меня слышно, видно? Если слышно, видно, хорошо, можете плюсик поставить в чате. Слышно меня? А, все. Хорошо, можно начать. Я сначала хотела представиться. Меня зовут Канила, и я работаю маркетологом компании Казюнин. Я рада сегодня вести данный вебинар, так как это наш первый вебинар для наших азербайджанских агентов. Как было объявлено в рассылках, у нас будет проходить трехдневный вебинар, посвященный нашему уникальному направлению Катар. Сегодняшний вебинар будет проводить представитель УЗИТ Катар Антон Мельников. Надеюсь, что наш вебинар будет для вас информативным. Запись вебинара и материалы будут отправлены вам также по рассылке. В принципе, можно начинать. Антон, можете начать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, отлично. Так, Камила, мне, наверное, нужна будет ваша помощь еще раз. Напомните, пожалуйста, как вывести презентацию. А я уже помню, все, обошел. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Антон. Я представляю офис по туризму Катары «Визит Катар». Смотрите, наша организация занимается продвижением Катара как туристического направления. Для вас мы, своего рода информационная служба. Если вам нужна какая-либо информация по направлению, возникают какие-либо вопросы, смело обращайтесь к нам. Если сможем, подскажем, если не будем знать ответ, то всегда готовы подсказать, кому можно обратиться. Либо сами возьмем какую-то паузу, разберемся, вернемся к вам уже с полноценной информацией и ответим на все ваши вопросы. В конце вебинара все мои контакты будут указаны. Там будет и телефон для мессенджеров, номер почты. Поэтому всеми возможными способами связывайтесь, всегда готовы ответить на ваши вопросы. Вот, по поводу Катара. Давайте попробуем с вами немного пообщаться. К сожалению, не могу вас видеть, слышать, но буду всегда рад читать комментарии, отвечать на ваши вопросы в чате. Хочу спросить, задать свой первый вопрос. Кто знаком с нашим направлением, кто был в Катаре, кто отправлял уже туристов в Катару. Есть такие среди наших участников? Не стесняйтесь, реагируйте, пишите все, что в голову приходит. Ладно, возможно, нет. Тогда начинаю свою презентацию, начинаю с основной информации. Это географическое расположение. Напомню, что Катар у нас находится на Аравийском полуострове. Это небольшая точка, которая впадает в Аравийский залив. Это 12 тысяч квадратных километров. И у нас есть единственная сухопутная граница Саудовской Аравии. Все остальные границы у нас идут по морю. На чем мы делаем акцент, когда говорим о Катаре, как о направлении. То есть, вы знаете, чтобы точно не возникало никаких вопросов ни у вас, ни у ваших туристов. Во-первых, Катар максимально безопасное направление. И это официально подтвержденный факт, потому что уже на протяжении больше пяти лет мы фигурируем в топе в списках самых безопасных стран в мире. Во-вторых, что удобно для туристов. Катар – это безвизовое направление. Часто принимающие компании меня поправляют и говорят, что это визовое направление. Но это детали. Удобно то, что вы прилетаете, получаете штамп в паспорте, заранее визу никакой оформлять не нужно, и уже начинаете свой полноценный прекрасный отдых в этой стране. Вот на что стоит обращать внимание – это на сроки действия паспорта. Потому что если у вас паспорт будет действовать меньше шести месяцев с даты выезда из Катара, то с очень большой долей вероятностью, близкой к 100%, вас в страну не пустят. Следующий момент, на который я обращаю внимание – это удобство коммуникации. Потому что, во-первых, в Катаре очень широко распространен английский язык. Во-вторых, все больше и больше людей появляется, и сотрудников на предприятиях ресторанного, гостиничного хозяйства, которые говорят по-русски. Поэтому проблем с коммуникацией у туристов не возникает никогда. Плюс еще нужно учитывать местную доброжелательность, открытость, желание помочь туристам. Поэтому проблем и нерешенных вопросов у туристов обычно не возникает. Главное – не стесняться обращаться, спрашивать. И если что-то не нравится, говорить об этом, а не хранить в себе обиду. Ну и, наконец, доступность. Потому что Катар – это действительно, несмотря на то, что несколько лет назад было какое-то понимание Катары как очень дорогого и эксклюзивного направления, на самом деле мы сейчас говорим о том, что Катар – это идеальное соотношение цены и качества. Потому что, с одной стороны, уровень услов действительно соответствует всем мировым стандартам. С другой стороны, цены зачастую, особенно если мы берем отели в сочетании с стоимостью перелета на чартерном рейсе, то стоимость действительно может быть по меньшей мере сравнима, по большей мере ниже, чем цена аналогичного пакета в конкурирующие направления. Вот. Расскажу немного о позиционировании Катара. Мы сейчас говорим, что Катар – это действительно направление для полноценного отдыха. И в связи с этим становится понятно, откуда появилась идея запустить чартерные рейсы в эту страну. Потому что, смотрите, к проведению Чемпионата мира по футболу в 2022 году он действительно дал огромный толчок к развитию туристической инфраструктуры. Вот. И сейчас вот эта огромная инфраструктура, она готова, она новая, и она ждет ваших туристов. Давайте по шагам начнем. Вот первое, первое, с чего начинается знакомство с Катаром – это, конечно же, международный аэропорт Хамат. И это просто шедевр. Потому что, с одной стороны, аэропорт действительно огромный. Это один из самых больших аэропортов в мире. Но, учитывая логистику и возможности для времяпрепровождения в аэропорту, на самом деле, вот время, проведенное в аэропорту, оно оставляет очень приятные впечатления. Поэтому мы даже говорим туристам, которые вылетают из Катара, не бойтесь, приезжайте в аэропорт заранее, потому что у вас там будет куча магазинов, куча ресторанов. Там кто-то говорит, что дьюти-фри в аэропорте Хамат – один из самых привлекательных, если мы говорим про цены, ну, естественно, про разнообразие товаров. Ну, и, конечно же, здесь есть еще и зимний сад. Второй в мире. Первый появился, естественно, в аэропорту в Сингапуре. Второй появился у нас в Хамаде. Вот, аэропорт классный, удобный, интересный. Здесь даже есть своя достопримечательность. Это желтый мишка, которого привезли из Нью-Йорка. Это такой один из образцов современного искусства. Следующий момент – это у нас отельная база. И отельная база, она на самом деле разнообразная. И здесь встречаются у нас совершенно разные концепции, совершенно разные по уровню отелей. Я, на самом деле, вот когда начинаю говорить про отели, переживаю, что сейчас уйду в какие-то дебри. Надолго на этом зависит. Поэтому сейчас структурированно попытаюсь рассказать вам о том, какие типы отелей представлены в Катаре. Во-первых, на чем хочу сделать акцент. Это на том, что основная туристическая инфраструктура у нас сконцентрирована в Дохе. Это столица Катара. Но за пределами Дохи есть несколько отелей, которые действительно заслуживают внимания. Во-первых, это Хилтон-Салва, наш самый большой резорт с потрясающим пляжем, с разнообразнейшим номерным фондом, с огромным количеством ресторанов и собственным аквапарком. Затем у нас есть отель, тоже расположенный за пределами Дохи. Это Sea Line Beach. Такое соотношение цена-качество очень хорошее. Ну и, естественно, наличие собственного пляжа и спокойной атмосферы. Единственное, на что стоит обращать внимание, это небольшая удаленность от столицы. Также за пределами Дохи у нас находится Wellness Resort прям просто какого-то космического уровня. Зулал Резорт. Им управляет цепочка Чивосом. Тайская цепочка очень известная среди туристов, которые именно любят Wellness, увлекаются им, считают себя специалистами, потому что это Wellness такого мирового уровня. Здесь огромное количество программ по лечению, по оздоровлению, которые включают в себя... Ну, посмотрите, то есть вы когда приезжаете в Зулал Резорт, у вас первым делом проходит встреча с, условно, с терапевтом, который намечает вам план по восстановлению, то есть прописывает какое-то определенное питание, прописывает определенные физические нагрузки, ну и, соответственно, Wellness процедура. Вот, помимо этого, они еще делают инъекционную косметологию, и вообще единственное, чего они не делают, мне кажется, это хирургические вмешательства, вот, а так там есть все. Он условно считается у нас пляжным, потому что отель действительно расположен на берегу моря, но здесь очень ярко выражены приливы и отливы. Вот, это нужно учитывать. И его, кстати, уникальность еще заключается в том, что этот Wellness Resort принимает семьи с детьми. Это такая достаточно редкая практика для резортов такого уровня. Тут даже есть две зоны. Одна называется Discovery, вторая – Serenity. Discovery – это как раз зона, где можно останавливаться с детьми, такая более для начинающих энтузиастов, Wellness движения, а зона Serenity – это уже прямо для настоящих специалистов. Вот, если мы говорим про отельную базу Дохи, здесь мы выделяем два типа отелей – это отели городские и отели пляжные. То есть, если у нас отель расположен на пляже, имеет собственный выход к пляже и собственный пляж, ну, соответственно, он у нас считается пляжем, пляжным отелем, и, соответственно, здесь ваши туристы могут спокойно купаться в привычных купальниках, отдыхать, загорать, наслаждаться водными видами спорта. Если же вы выбираете для проживания один из городских отелей, то ваши туристы смогут пользоваться либо пляжными клубами, либо за дополнительную плату, либо нужно будет выбирать один из городских отелей, которые в пакет с проживанием предлагают, включают еще трансфер и пользование пляжным клубом. Вот эту информацию вы можете уже уточнить у наших партнеров. У наших партнеров они вам более подробно рассказывают. Hampton by Hilton, да, действительно хороший отель, и здесь действительно Hampton by Hilton – это такое хорошее соотношение цены и качества, поэтому можно его смело предлагать. Про пляжную инфраструктуру мы с вами в целом уже поговорили, то есть действительно у нас есть пляжи, расположенные при отелях, есть пляжные клубы, где можно спокойно загорать, купаться в купальниках, в плавках, к которым мы привыкли. Есть несколько городских пляжей, куда туристы часто редко приходят, потому что здесь действуют ограничения для пляжной одежды, и здесь уже строго рекомендовано использование в Буркини. Далее, если мы говорим про Доху как город и насколько в нем комфортно, то здесь нельзя не заметить, что в Дохе огромное количество зеленых парков, огромное количество прогулочных зон. Это на самом деле было одно из требований ФИФА к проведению Чемпионата мира по футболу. Вот сделайте Доху, чтобы по ней было удобно ходить, а не только передвигаться на машине. Вот поэтому у нас сейчас есть реновированная огромная набережная Корниши. Это 7,5-километровый променад вдоль Арабского залива. Повторюсь, опять же, огромное количество парков, огромное количество дорожек для пешеходов, поэтому гулять по Дохе и передвигаться пешком – это одно удовольствие. Особенно если у вас туристы любят еще бег какой-нибудь, то для них здесь просто огромное количество, огромные возможности открываются. При этом в Дохе есть еще и очень хорошо развитый общественный транспорт, поэтому мы всегда говорим, вот на прилете, чтобы не терять время, не волноваться, бронируйте себе трансферы, экскурсии, бронируйте с принимающей компанией, с туроператором, через которого осуществляете бронирование. Если у вас туристы будут спрашивать, насколько удобно передвигаться по Дохе, можно ли заказывать такси, общественный транспорт, все можно и все достаточно недорого. То есть смотрите, если мы берем, не знаю, 20-минутную поездку по Дохе на такси, причем можно пользоваться Убером, она обойдется где-то примерно в 10-15 долларов. Это достаточно недорого для арабской страны. При этом можно еще воспользоваться метро. Метро относительно небольшое, но оно охватывает все основные достопримечательности, все основные районы, по которым, куда обычно заходят туристы. Плюс оно чистое, современное, красивое, и вообще я считаю его одной достопримечательностей Дохи, и всем рекомендую хотя бы раз спуститься, посмотреть, что это за метро такое. И оно, кстати, недорогое, тоже проезд на один день обойдется примерно в 2 доллара. По-моему, такая очень привлекательная цена. Если у вас туристы любят вкусно поесть, ценители файн-дайнинга, такой какой-то супер-высокой кухни, очень изысканные, в Катаре для этого тоже есть огромное количество возможностей. Во-первых, действительно есть традиционная арабская кухня, которая в основном представлена ливанской, очень много вкусных индийских ресторанов. Помимо этого набирают оборот концепция файн-дайнинг, то есть Ален Дюкасс здесь уже открыл ресторан. Нобу есть. Жуэль Робешон в новом форсизнсте тоже открыл свои рестораны, а Жуэль Робешон, это, знаете, на минуту у человека 32 мишленовские звезды по всему миру. Поэтому уровень и качество, и изысканность еды, и блюд, которые он предлагает, они вообще вопросов не вызывают. Вот, если мы с вами будем говорить про стоимость питания в Катаре, то в среднем это где-то 15 долларов за обед, не включая напитки. Ну, соответственно, если мы уже берем какие-то настоящие файн-дайнинг-рестораны, то здесь потолок ограничен только фантазиями и возможностями туристов. Вот здесь, кстати, также хотел бы сделать ремарку по поводу алкоголя в Катаре. Катар – это немного более строгая мусульманская страна по сравнению с Арабскими Эмиратами и с тем же самым Дубаем. То есть здесь есть ограничения по ввозу алкоголя в страну. То есть алкоголь в страну ввезти нельзя. Его изымают в аэропорту на прилете, но потом возвращают при обратном вылете. Но в ресторанах, в барах, в отелях алкоголь присутствует. Его купить можно. В магазинах его тоже, кстати, купить нельзя. Кстати, еще нужно обращать внимание на отели, потому что не все из них предлагают алкоголь своим туристам. Например, есть знаменитый отель Banana Island by Anantara. Это, знаете, такой настоящий мальдивский концепт в Дохе. То есть отдельно стоящий, отдельно расположенный остров в 20 минутах езды на катере от столицы. Вот на нем и в этом отеле алкоголь не предлагается. Также есть отель Chedi, который не предлагает алкоголь. Ну и ряд других. Также эту информацию можно всегда запросить у принимающей компании. По ресторанам мы с вами поговорили. И еще один момент, на который мы обращаем внимание, это шоппинг. Шоппинг в Катаре хороший очень. И здесь можно выделить два направления. Во-первых, это традиционный арабский рынок Сухвакив, куда мы приходим, можем купить традиционные сувениры, огромный выбор специй, каких-то вкусностей. Если нужно что-то традиционное с арабским колоритом, пожалуйста, приходим на базар. Если туристы любят вот такой европейский шоппинг, любят бренды, то к их услугам огромное количество шоппинг-центров. Вот назову несколько. Галерею Lafayette, Пляс Ван Дом, Прентан. И здесь на самом деле можно уже найти все возможные бренды, представленные во всем мире, начиная от люксовых и заканчивая уже какими-то более масс-маркет позициями. По поводу цен. Я не буду вам говорить, что шоппинг в Катаре – это рай низких цен. Но на что стоит обратить внимание, это на сезон распродаж. Во-первых, это у нас январь и июнь. Во-вторых, всегда бренды в течение года, вне зависимости от сезона распродаж, устраивают свои какие-то точечные сейлы. То есть в сентябре с принимающей компанией общался с представителем. Девочка мне рассказывала, что бренд SuperDrive сейчас распродает свои полы, которые обычно стоят 250 катарских реалов. В момент этой распродажи они стоили 50. По-моему, выгодно очевидно. Поэтому что рекомендую? Вне зависимости от времени, когда ваши туристы едут в Катар, всегда ориентируйте, чтобы хотя бы один день они заложили на шоппинг. Потому что шоппинг разнообразный, интересный. Всегда можно найти что-то по выгодным ценам. И еще один, кстати, огромный плюс Катара – это то, что направление еще не настолько популярно среди туристов, поэтому очередей нет. И модельный и размерный ряд у нас присутствуют даже в сезон распродаж. И такого ажиотажа с драками за какую-то вещь у нас не наблюдается никогда. Был вопрос, можно индивидуальный трансфер заказать. Конечно же, всегда трансфер индивидуальный. Можно заказать принимающая компания, туроператор вам помогут в этом вопросе. Причем трансферы можно заказывать совершенно разного уровня. От каких-то бюджетных машин до люкс-сегмента. Вот, по поводу шоппинга поговорили. То есть вот еще на чем хочу остановить ваше внимание. У нас действительно готовая инфраструктура для полноценного, интересного, разнообразного отдыха. Вот, и чем же на самом деле будет интересен отдых, давайте поговорим дальше. Сейчас мы уже с вами перемещаемся на то, какие развлечения Катар готовит для наших туристов. И они здесь на любой вкус. То есть есть и активный отдых. Огромное количество музеев, интересных, ярких, красивых. Можно просто погулять по городу. Ну и, конечно же, есть огромные возможности для отдыха с детьми. Давайте поподробнее немного остановимся на каждом из этих пунктов. Но начать я хочу с Сукваги, по которым уже упоминал. Потому что, когда у меня спрашивают, какую достопримечательность нужно посетить в Катаре, чтобы ощутить его дух, я всегда говорю, что первым делом нужно отправиться на Сукваги, потому что это настоящий арабский рынок. Ему уже более 100 лет. И особенность его заключается в том, что сюда приходят даже сами местные жители. Это вот не просто, знаете, какая-то туристическая достопримечательность, возникшая из ниоткуда. Это место с традицией, с историей и со своим колоритом. Особенно здорово здесь можно погулять в вечернее время, когда как раз и местные жители приходят, чтобы посидеть в кафе, пообщаться за покупками. Ну и туристы, соответственно, приходят. Ну и плюс включается красивая подсветка и место действительно колоритное. Вот помимо посидеть в кафе, здесь на самом деле есть чем заняться. То есть можно сходить в одну из галерей современного искусства. Здесь представлены местные артисты. Можно купить специи, можно купить ремесленные товары. Здесь есть лавка лавца-жемчуг. Потому что Катар, как и другие страны на Ближнем Востоке, в какой-то период, это вот примерно с конца 19 века по середину 20 века, вот основным источником дохода для них был именно жемчуг. Вот. И сейчас на Сурклакив сохранилась лавка лавца-жемчуг, которого вы видите на одной из фотографий. Этот дядечка действительно занимался когда-то этим помыслом. Вот. И внутри вы помимо того, что сможете увидеть и купить изделие из жемчуга, вы сможете познакомиться, как вообще все это было организовано, какие приспособления они использовали. Ну и посмотреть на фотографии этого человека в более молодом и более спортивном состоянии. Ну и вот большой палец, который виден на красной фотографии, это еще один экспонат современного искусства, которого на самом деле в Катаре, в Дохе, в музеях и на улицах очень много. Потому что Катар действительно вот сейчас взял курс на то, чтобы занять одну из лидирующих позиций среди стран и позиционирует себя, как вот одна из столиц современного искусства в целом. Мы дальше с вами переходим уже к музеям. Остановлюсь на двух, наверное, самых важных, которые обязательно нужно посетить. Это Национальный музей Катара. Он расположен на набережной Карниж. И вот это место как раз мы рекомендуем тем людям, которые приезжают в Катар в первый раз, особенно если приезжают с детьми, потому что внутри это огромная экспозиция на 12 залов, которые рассказывают о Катаре, начиная с доисторических времен, продолжая периодом, когда Катар занимался добычей жемчуга, и вот заканчивая нашими днями, когда благодаря огромным запасам нефти, газа, Катар превратился в самую богатую страну в мире по показателю ВВП на душу населения. А помимо этого, это еще и архитектурный шедевр, архитектурная достопримечательность, потому что проектированием занимался знаменитый архитектор Жан Нувель. Он также построил Лувр в Абудабе. В Катаре вдохновением послужил наш уникальный минерал роза пустыни, поэтому сейчас увеличенную его копию вы можете увидеть на фотографии и на набережной Карниж. Следующий музей, он уже такой более взрослый, наверное. Это музей исламского искусства, также расположен недалеко от Национального музея Катара. Внутри собрана коллекция, которой занимались представители королевской семьи с 1980-х годов. То есть они собирали экспонаты из различных стран, где распространен ислам. И сейчас эти экспонаты представлены в этом музее. Здесь можно увидеть потрясающую коллекцию ювелирных украшений, огромное количество коранов, написанных вручную. Здесь хранится один из самых больших ковров, расшитым золотом. Коллекция оружия просто потрясающая. На самом деле, когда попадаете в музей исламского искусства, это настоящая пещера с сокровищами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем туристам посетить этот музей. Помимо этого, вокруг музея исламского искусства есть еще и потрясающий парк с набережной, откуда вечером открывается один из самых красивых видов на панораму Катара. А именно на зале Бестбейс с нашими знаменитыми небоскребами. Помимо музеев в Катаре, действительно интересно погулять по различным районам. И один из районов, который находится рядом с Сухвакив, это район Мшерэ. Современный центр города, который был построен в соответствии с последними тенденциями градостроительства. Район смело можно называть умным, потому что здесь есть на центральной площади, на предыдущем слайде вы видели, есть раскладывающаяся крыша. В зависимости от освещенности крыша убирается, либо появляется, создавая комфортные условия для туристов. На улицах есть кондиционеры. Все здания спроектированы так, чтобы минимизировать использование также кондиционеров, соответственно уменьшить углеродный след. Есть еще какая-то умная система сортировки мусора, то есть там все мусорки, они соединены с помощью труб с местом, где этот мусор сортируется. Поэтому мусора здесь практически нет и утилизируют его по-умному. Помимо этого в этом районе еще есть очень большое количество современных галерей искусства, кафе и бутиков современных дизайнеров. Благодаря чему мы этот район еще позиционируем как дизайн-дистрика. Поэтому если ваши туристы любят вот это все современное, красивое, динамичное, обязательно рекомендуйте им посетить этот район. И что удобно, по району курсирует бесплатный трамвай. Поэтому за 12 минут можно весь район проехать по кругу, сделать для себя какие-то пометки, отметить какие-то места наиболее понравившиеся и потом уже им уделить более пристальное внимание. Коллеги, если есть какие-то вопросы по ходу, не стесняйтесь, задавайте, я буду на них сразу отвечать. Если есть какие-то проблемы со связью, тоже напишите. А то всегда, знаете, очень тяжело проводить вебинары, потому что не видишь, с кем разговариваешь и непонятно слышно ли видно тебя. Надеюсь, что все в порядке. Давайте гулять дальше. И дальше у нас как раз идет район Вестбэй. Это, вы знаете, с одной стороны это наш деловой и коммерческий центр с огромным количеством небоскребов современных, с очень красивой архитектурой. С другой стороны, здесь на первой береговой линии расположено самое большое количество наших пляжных отелей. То есть здесь у нас есть и вообще первый брендовый отель, появившийся в Катаре, Шаратон. Вы видите его на картинке справа. Это такая усеченная пирамида. Его отреновировали недавно, но на что хочется обратить внимание, сказать огромное спасибо. В отеле сохранили вот этот дух 80-х годов. Это, конечно, на любителя, но выглядит потрясающе, интересно. А помимо этого в Шаратоне еще есть ряд интересных и вкусных ресторанов. Это индийский ресторан на первом этаже и ливанский ресторан на крыше. Вот здесь также у нас расположен Сент Реджес Доха с одним из самых больших бассейнов. Ну, я думаю, про бренд Сент Реджес много рассказывать не нужно. Это такой, знаете, помпезный, интеллигентный и очень интересный бренд со своей историей, со своими традициями. Он прям какими-то особняком всегда стоит для меня лично среди вообще всех отелей во всем мире. Ну, и плюс у него есть свой пляж, свой бассейн и потрясающий спа. Вот, давайте двигаться дальше. То есть, смотрите, если у вас туристы останавливаются в районе Вест-Бэй, у них прям с одной стороны под рукой все возможности для пляжного отдыха, с другой стороны рукой подать до всей городской инфраструктуры, с шоппинг-моллами, с ресторанами, с барами и вот с современным образом жизни. Передвигаемся дальше. И здесь у нас уже культурный кластер Катара Cultural Village. Здесь, это, знаете, место для любителей искусства, для любителей концертов, потому что здесь у нас находится амфитеатр, в котором проходят выступления звезд мировой величины. Здесь у нас есть драматический театр, здесь у нас есть голубая мечеть, золотая мечеть, очень много кафе, ресторанов, проходят различные воркшопы. Вот, например, недавно проходили воркшопы по арабской каллиграфии. То есть, там любой желающий мог забронировать себе место на этом воркшопе и вернуться домой уже с сувениром, сделанным своими руками. Единственное, что стоит обращать внимание, это на то, что воркшопы проходят либо на английском, либо на русском языках. Вот, помимо этого, здесь у нас расположен еще и шокинг-монг в галерии Лафайет. Здесь также есть собственный пляж, поэтому для туристов это прекрасно. Полдня точно можно посвятить этому месту, погулять, посмотреть, полюбоваться на архитектуру и вообще в целом прекрасно провести время. И если мы будем дальше двигаться по Дохе, то мы окажемся с вами в районе Деперл. И это у нас искусственно созданные острова. Чем-то напоминают Дубайскую пальму, но при проектировании были уже учительные ошибки, которые были допущены в Дубае. Здесь дно спроектировано специальным образом, чтобы обеспечить естественное течение воды. Поэтому здесь у вас никогда не возникнет ощущения, что вы находитесь среди какого-то озера. Всегда вода перемешивается, циркулирует, создавая приятную атмосферу. А сами острова были спроектированы по образу и подобию европейских приморских городов. Это Венеция и Андалусия. Я думаю, вы прекрасно видите, что действительно образ Венеции подчеркнут. Здесь есть своя марина с яхтами, есть набережная прогулочная, есть рестораны, кафе. Поэтому сюда можно смело приезжать, гулять, наслаждаться жизнью. И также можно посетить один из шоппинг-маллов. Здесь у нас расположен Villaggio Mall, тоже напоминающий Венецию. В нем даже есть проложенный канал, по которому можно покататься на гондоле. Есть вопрос по поводу, будут ли какие-либо концерты в воркшопе в декабре. Я вам скину ссылку с календарем событий. В декабре точно у нас будет проходить фестиваль лодок, традиционных лодок ДАПЛ. Это лодки, которые распространены во всем Арамском Востоке. А по дополнительным мероприятиям можно будет проконсультироваться, посмотреть на наш календарь. Там действительно всегда что-то происходит, поэтому такой календарь очень удобно иметь под рукой. Двигаемся дальше. И мы с вами перемещаемся в самый новый район города. Это даже отдельный город Лусейл-Сити. Его построили специально в проведении чемпионата мира по футболу. Но, несмотря на это, здесь уже появились свои достопримечательности. Это, во-первых, небоскреб Катара Тауэрс, который вы видите на заднем плане. Это такой полумесяц, но на самом деле его форма вдохновлена двумя скрещивающимися саблями. А здесь у нас на самом деле расположено два отеля. Это Raffles и Fairmont. Если будет интересно, обязательно посмотрите документальный фильм на YouTube, как их открывали в проведении чемпионата мира по футболу. Потому что вот эти два колоссальных отеля, их строили буквально за год. И это на самом деле, правда, уникально для отельной инфраструктуры. В этих отелях, помимо потрясающего номерного фонда, еще очень большой выбор ресторанов, баров, в том числе и на крыше. И между ними находится еще просто огромных размеров банкетный зал. Не один из самых больших, а именно самый большой банкетный зал в Катаре. Вот помимо этого в Усейле есть еще и прогулочная набережная, фонтаны. Здесь, правда, также очень приятно гулять и проводить время. Кафе, бары, ну, стандартно. Дальше, если мы будем с вами гулять по Катару, то обязательно нужно посетить Education City. Это своего рода студенческий городок. А привлекает туристов он своей архитектурой. Здесь у нас находится самая футуристичная мечеть в мире. Вы как раз видите минорет на фотографии. Помимо этого, здесь расположено потрясающее здание Национальной библиотеки Катара, которое проектировал Рэм Колхоз. Он вообще вдохновился сложенным вдвое листом бумаги. Вот, и получилось такое потрясающее здание, наполненное светом, воздухом. Еще это и чудо инженерной мысли, потому что выдача книг здесь происходит автоматически. И когда туристы сюда приходят, они как раз могут увидеть этот процесс. Вот, и... А так, на самом деле, просто очень красивые фотографии для Инстаграма и других социальных сетей у вас здесь получаются. Вот, помимо этого, опять же, огромное количество современного искусства, причем таких достаточно маститых художников, ну и, конечно же, очень красивая архитектура в этом районе. Недалеко отсюда у нас расположен конно-спортивный центр Аль-Шакаб, в котором созданы просто потрясающие условия для лошадей. То есть, каждая стойла у нас оборудована кондиционером. У лошадей есть собственная беговая дорожка, есть собственный бассейн, с ними занимаются врачи, психологи. Вот, все для того, чтобы лошади поддерживали свой красивый внешний вид и показывали потрясающие спортивные результаты. И, кстати, посетить этот центр можно в рамках экскурсии. Вот, если мы с вами будем говорить про природу Катара, она действительно завораживает. И одно из самых, одно из главных достопримечательностей Катара – это внутреннее море, которое расположено на юге. Внутреннее море – это своего рода залив. И уникальность его заключается в том, что это одно из немногих мест в мире, где высоченные дюны пустыни подходят прямо к кромке Арабского залива. Вот второе место, где есть такое сочетание морской воды и дюн – это на небе. В Катар намного проще лететь, поэтому прилетайте в Катар, посмотреть на это чудо природы. Вот, и наиболее красиво, конечно же, и впечатляюще – это все выглядит на закате. И это как раз то место, где у нас заканчивается наша знаменитая сафари. Сафари в Катаре имеет свою отличительную особенность. Отличается оно благодаря высоте дюн. Они у нас достигают 60-70 метров, поэтому сафари превращаются в своего рода американские горки. Ну, плюс у нас водители достаточно резвые. Если у вас туристы будут бояться, всегда можно сделать акцент и попросить везти машину потише, если не хочется дополнительных острых ощущений. Вот, помимо этого, когда проводятся сафари, туристы также имеют возможность остановиться в одном из кемпингов на берегу, чтобы отдохнуть, покупаться, позагорать, ну, и вообще насладиться окружающими пейзажами. На севере Катара у нас находятся мангровые леса. Это уникальная экосистема. Сюда прилетают перелетные птицы во время миграции с севера на юг. Здесь вы можете увидеть розовых фламинго. Я вот, если честно, я небольшой специалист в орнитологии. Я не буду сейчас изображать из себя всезнайку и перечислять другие виды птиц. На самом деле встречаются какие-то очень редкие представители. Поэтому, если у вас туристы любят покататься на каяке, любят природу, любят понаблюдать за пернатами, то сюда можно смело рекомендовать экскурсию. Вот, помимо этого, если мы говорим про природный и животный мир Катары, я не буду говорить, что он какой-то суперразнообразный, но у нас есть свои уникальные представители. Во-первых, в летние месяцы, это где-то с середины мая до сентября, на север Катары приплывает огромная популяция китовых акул. Это считается одной из самых крупных популяций в мире. Вот, и к месту, где они собираются, организовывается экскурсия. Это порядка полутора часов оттохи на катере. Нырять с ними нельзя, но с лодки их можно будет увидеть, как вот эти огромные рыбины перемещаются, плавают друг с другом. Они совершенно безопасные, такие огромные добряки. Помимо этого, у нас есть небольшая популяция, насчитывающая 600 особей. Это морские слоны или у них есть еще очень милое название дигуни. Вот, у нас есть ориксы. Это один из символов Катары. Ну и, конечно же, кони, верблюды, соколы, как и для любой арабской страны. Для Катара они играют огромное значение и являются таким подтверждением статуса владельца. Давайте с вами немного поговорим еще об активных видах отдыха, потому что в Катаре сейчас набирают популярность, набирают обороты такой вид активности, как кайтсерфинг. Сейчас за пределами Дохи на севере в прошлом году открылся «Фувайрит Бич» — это кайт-спот, который считается вообще в мире одним из самых лучших спотов для кайтсерфинга, благодаря тому, что здесь, с одной стороны, вода очень мелкая, с другой стороны, присутствует ветер. То есть, начиная с середины сентября и до мая, здесь прям просто потрясающие условия для кайтсерфинга. И сюда, на самом деле, можно отправлять туристов, которые только начинают еще открывать для себя это развлечение, и те, кто уже хотят совершенствоваться, потому что здесь огромное количество инструкторов, инструкторов, они приезжают со всего мира, поэтому вот если туристы хотят открыть для себя кайтсерфинг, то их можно смело отправлять в Катар. Если туристы интересуются этим видом спорта, занимаются им, хотят получить какие-то новые навыки, то тоже можно смело отправлять их в Катар. Помимо этого, естественно, есть водные лыжи, падал, водные лыжи, бананы, вот все, к чему мы привыкли, и все развлечения, которые так любят наши туристы. По поводу развлечений с детьми. Если мы будем с вами говорить об аквапарке, то сейчас единственный аквапарк в Катаре находится в отеле Hilton Salva. Пользование для гостей отеля бесплатное, все остальные могут приходить сюда за дополнительную плату. И на самом деле аквапарк считается одним из самых крупных в мире по количеству горок. И здесь, на самом деле, даже есть такой экзотический вид отдыха, про который я раньше не слышал. Это каньонинг. То есть, что это значит? Группа туристов собирается, и вместе с гидом перемещаются по искусственно созданным скалам и ныряют в искусственно созданные озера. На самом деле, такое интересное и необычное развлечение, на мой взгляд. Вот, у нас сейчас уже построен и практически готов открыться и принять туристов новый аквапарк, который будет располагаться в отеле Hilton, не Hilton, Риксос Китайфан Айланд. И этот аквапарк уже вошел в книгу рекордов Гиннеса, как аквапарк с самой высокой горкой в мире. И, на самом деле, что интересно, вдохновением для оформления нового аквапарка в Риксосе послужила нефть и газодобыча. И мы вот с нетерпением ждем, когда же, наконец, он откроет, и туристы смогут увидеть, как воплотили эту идею строители аквапарка в жизнь. Также есть огромное количество, у нас есть несколько тематических парков. Это, во-первых, крытый парк Квест. То есть, вне зависимости от природных погодных условий, там, жара, либо пошел дождь, ваши туристы всегда могут покататься на атракционах. И вот как раз в Квесте находится одна из самых высоких американских горок в мире, если мы берем именно закрытые парки. Вот, также есть тематический парк Angry Birds. И есть Луна Парк, расположенный на острове Альмаха. Это такая сезонная активность, которой Луна Парк открывается в середине октября и продолжает функционировать до начала мая. То есть, вот весь наш высокий сезон, ваши туристы могут прийти сюда, покататься на атракционах. Помимо этого, здесь еще есть несколько интересных ресторанов. Вот, я на самом деле уже подхожу к концу своей презентации. Это, на самом деле, был такой краткий обзор Катары как туристического направления. Если у вас появляются вопросы, опять же, призываю вас их сейчас написать. Я постараюсь на них ответить. Вот, помимо этого, у нас есть потрясающая обучающая программа Qatar Specialist, в которой собрано уже максимум информации о Катаре как о стране, как о туристическом направлении. И вы действительно, проходя эту программу, уже получаете, станете настоящим специалистом по Катару. Вот, и информацию, которую вы здесь получите, она действительно поможет вам в продаже туров. Вы сможете с помощью этой информации увеличить среднюю стоимость чека. Там более детально разберетесь в возможных достопримечательностях, вообще во всех деталях, связанных с Катаром, как с туристическим направлением. Смотрите мои контакты. Еще раз напомню, меня зовут Антон. Я представляю вас по туризму Катара. Моя почта и мой телефон указаны на этом слайде. Поэтому, если возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, смело обращайтесь. Я с удовольствием отвечу. Если не смогу ответить, подскажу, к кому можно еще обратиться. Вот, на этом у меня все. Коллеги, спасибо вам огромное за внимание. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. У нас с вами еще есть время. Вопросов как будто бы нет. Давайте я, наверное, еще сделаю такое небольшое summary по всему вышесказанному. Отмечу тот факт, что Катар – это действительно полноценное направление для отдыха. То есть не нужно его воспринимать просто как стоп-овер направление, потому что у нас есть вся необходимая для отдыха инфраструктура. Это и разнообразные рестораны, и разнообразная отельная база. Огромное количество возможностей для отдыха. Это и активный отдых, и культурный отдых, и возможности для отдыха с детьми. Поэтому Катар можно смело предлагать как один из вариантов отдыха для туристов, которые любят именно пляжный отдых. И также давайте обратим внимание на цены. Катар действительно более привлекательны по ценам, чем мы привыкли думать. Коллеги, если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Не стесняйтесь. Если вопросов нет, то давайте будем прощаться. Я желаю вам хороших наступающих выходных. Смотрите, что можно к календарю. Давайте мы с вами поступим следующим образом. Я передам письмо с информацией по Катару. Опять же, прикреплю свою презентацию. Прикреплю ссылки с календарем событий. Коллегам в Казьюнинг. И дальше коллеги сделают рассылку. Что насчет Нового года. В Катаре Новый год отмечается. В Катаре Новый год отмечается. Единственное, у нас все-таки акцент делается именно на Рамадан. Отели сейчас готовят программы на Новый год. И в ближайшее время коллеги из Казьюнин и Рустар поделятся ими с вами. Спасибо. Все, коллеги, тогда давайте с вами прощаться. Еще раз, хороших наступающих выходных, удачных вам продаж по Катару. Не бойтесь предлагать это направление, потому что продукт действительно достойный. Ваши туристы здесь получат максимум удовольствия. И действительно не пожалеют о своей поездке. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо, Антон, за такую презентацию. Я думаю, всем было полезно увидеть, услышать. И желаем вам реально хороших продаж. До следующих вебинаров у нас по календарю. Следующий будет, я вам сейчас подскажу. Там на рассылках было 28 и 29. Как раз уже подробно узнаете об отелях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...